Адам и Ева согрешили. В ихнюю жизнь пришло проклятие. Как только они нарушили Божий запрет, Бог сказал, можете есть от любого дерева, но от дерева добра и зла не ешьте. Как только вкусите плод, смертью умрете. Адам и Ева были, сперва Ева обращена была змеем, потом Адам и Евой. И они вкусили этот плод. И в ихнюю жизнь пришло проклятие и грех. Змей искусил их, а через змея действовал сатана. Вся власть на земле принадлежала Адаму и Еву. Бог дал им всю власть на земле. Но через грех они эту власть потеряли. А ее приобрел дьявол, сатана, злой ангел. И с этого момента зло вошло в мир. И грех вошел в мир. Люди стали смертными. Мы все, Адам и Ева, это наши прародители. Мы все произошли, написано в Библии, от одной крови. От Адама и Ева. И это то проклятие, то зло, и то, которое через грех идет по этой жизни. Это все оттуда. Нарушение Божьего запрета привело к трагедии и проблеме. И сейчас, к сожалению, мы пожинаем эти плоды. В мире бушует зло в последнее время с такой силой, что страшно людям становится. Но Бог сказал, что придет время, и когда он пошлет на землю сына своего, который отберет власть у сатаны, и в мир придет справедливость, праведность точнее. Получается, что Господь, после того, как Адам и Ева согрешили и были обольщены змеем, Бог сказал пророчество. Вот как оно звучит. И вражду положу, не, давайте с 14 стиха. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, что он сделал, он обольщил Еву, и она съела запретный плод, проклятый пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твое, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Получается, до этого момента, похоже, ну это мои размышления, змея не ходил, он сейчас ползает на чреве, а похоже, что он ходил. Потому что Бог сказал, теперь ты будешь на чреве своем ползать. И дальше пророчество об Иисусе Христе. И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. То есть, Бог дал пророчество о том, что через женщину придет семя, который сокрушит голову змея, сатане, и победит его. Но при этом змей его будет жалить. Что мы и видели. Пришел Иисус Христос, Сын Божий. И он победил дьявола на кресте. Но сатана очень сильно его жалил, пытаясь остановить эту победу, но не смог. То есть, Иисус Христос, придя, он жизнь прожил безгрешно, без единого греха. Он пришел в оплоти человеческой. Он Бог, Он Сын Божий. Но Он пришел в оплоти человеческой. То есть, через Марию Он пришел в этот мир. Он вечно, еще написано в недрах Отца, Он был рожден. Господь Иисуса Христа родил еще до создания этого мира. Но когда пришло время, Он послал своего любимого Сына на землю. Как послал? То есть, через Марию Иисус Христос пришел в оплоти. Бог, Духом Святым посидел, поместил в Марию семя. И через это семя, семя это Иисус Христос, Он был помещен в Марию. И облегся в плоть человеческую. Он вечный, Он жил еще. Мария его не родила, Он до Марии жил. Но через Марию Он пришел в этот мир. Мария была как сосуд. А для чего Он пришел? Для того, чтобы остановить, отобрать власть у дьявола. Потому что, когда дьявол получил власть, то каждый человек, Адам и Ева согрешили, стали смертными. Они умерли, потому что наказание за грех, смерть. И все остальные, кто рождался после, умирали, потому что грех вошел в Адаму и Еву, через них начал переходить во всех людей, которые дальше рождались. И люди, соответственно, раз в человеке живет грех в оплоти, то он грешит, он слаб перед грехом. Грех обольщал человека и убивал. Наказание за грех, смерть. И чтобы это разрушить и остановить, в мир пришел Иисус Христос. Как человек. Потому что власть у дьявола мог только отобрать человек. Не Бог. Бог справедливый. Он дает право выбора. Даже здесь, когда Адам и Ева согрешали, у них было право выбора. Они согрешили и власть отдали. И Бог, Иисус Христос, пришел как человек, чтобы отобрать власть у дьявола. Он прожил эту свою жизнь без единого греха. И пошел на крест, чтобы отобрать у дьявола власть. Он умер мученической смертью. Его очень сильно мучили. Потом распяли на кресте. Он умер. Но на третий день воскрес. И, соответственно, Он исполнил весь закон. Не нарушил ни одну точку. И на основании этого Бог его воскресил и еще дал награду. Власть. То есть, Иисус отобрал власть у дьявола. Дьявол был злой правитель. А Иисус добрый правитель. Он, взяв в свои руки власть, начал нас миловать. То есть, каждый человек, который сейчас уверует в Иисуса Христа каждого, независимо от того, насколько человек грешен. Написано. Даже если грех, как кровь красна, я ее убилю. Бог прощает каждого человека, независимо, какие он делал преступления. Самые страшные. Но если человек уверовал в Иисуса Христа и покаялся в своих грехах, Господь говорит, то милостью своей Он прощает эти грехи и больше никогда не вспоминает. А такую дал Он нам милость. И человек, который весь во грехах, кается, и он становится, как белый лист, очищается. И уже смерть над ним не властна, потому что он перешел от смерти в жизнь. Еще Моисей сказал, даю выбор. Выберите или смерть, или жизнь. И дальше говорит, выбирайте жизнь. И вот Бог дал нам право выбора. Через Иисуса Христа. Если мы выбираем жизнь, то мы получаем вечную жизнь и вечное спасение. А для этого всего-то надо покаяться в своих грехах от всего сердца. И отвернуться о них. И идти в сторону правды, праведности. Как это сделать? Надо наладить отношения с Иисусом Христом. А через Него с Богом. Когда Адам и Иоа согрешили, то они отделились от Бога, потому что святость и грех не могут вместе жить. Бог их от Себя отделил. Через Иисуса Христа мы назад возвращаемся к Богу. Общение с Ним. Святость. Через Иисуса Христа. Иисус Христос – это проводник нас к Богу. И если мы уверовали в Него, то мы получаем вечную жизнь и спасение. Наказание за грех, смерть. И когда человек умирает и уходит с этого мира, то дальше два пути. Первый путь в ад и вечное мучение. А второй путь в небеса. Царство небесное. Но он открыт только через Иисуса Христа. Написано. Я есть путь истинной жизни. И я есть дверь. Кто войдет через меня, тот пожить найдет. То есть, кто войдет через эту дверь, тот попадет в Царство Божие. Никто на земле даже не хочет жить в грязи, нищете. Все хотят благополучия и радости. Но почему-то, когда говорим о том мире, по-тустороннем, о аде, о рае, все начинают говорить – «Та ад» – классно. Рай – «Та ад» – скучно. Ад – это вечное мучение, это вечный огонь. А рай – это блаженство. Бог, написано, утрет каждую слезинку. Если этот мир Господь сделал такой чудный, что мы не хочем с него уходить, то тот мир будет тысячу, миллион раз чудней и лучше. Уверуйте в Иисуса Христа и спасетесь. Спасение получить несложно. Надо уверовать, что Иисус Христос был, и если будет, Он придет. Будет второе пришествие Его. Уверуйте просто. И попросите Его простить вас и спасти вас. Молитва простая. Господь Иисус, я признаю, что Ты есть Царь Царей, Господь Господствующий. Я верю в Тебя, Господь, что Ты Сын Божий. Прошу меня, прости все мои грехи, которые я совершал в этой жизни. Прошу Тебя и спаси меня. Иисус Христос, спаси меня, я Твой. Войди в мое сердце и дай мне вечную жизнь. Люди не понимают, насколько это просто получить спасение. Потому что не понимают, насколько это страшно уйти в вечные мучения. Никто до конца этого не понимает. Когда мы смотрим на неизлечимых больной, мы так им сочувствуем. Нам их так жалко. Они мучаются здесь, в этом мире. Но никто не понимает, что каждый, кто не принял Иисуса Христа, уходит в мучения в тысячу раз страшнее. Ад создан не для людей. Ад создан для дьявола и его ангелов. Дьявол пытался на небе сделать бунт, чтобы встать на место Господа. Ну, проиграл и был сброшен с неба. И он осужден. И приближается его суд. Когда он будет брошен, озеро огненное, вместе с ангелами, которые вместе с ним. Третью часть он соблазнил. Они согрешили, вместе с ним были сброшены. Вот получается, что ад создан для дьявола. Но дьявол не хочет сам туда идти. И поэтому он обольстил первых Адама и Еву. Они согрешили и пошли в ад. И сейчас он обольщает людей, чтобы как можно больше затащить в ад людей. Изменитесь, покайтесь, отвернитесь от греха. Примите Господа своим спасителем. Пустите его в свое сердце. И вы спасетесь. Ад очень страшный. Мучения очень страшные. Ад приготовлен не для нас. Он приготовлен для дьявола. Не попадите туда. Бог дает сейчас шанс. Пока живые, мы можем принять решение и войти в небеса. Когда мы умрем, уже все. Тогда решение уже нельзя принять. После смерти уже все. Примите правильное решение. Выберите жизнь. Не выбирайте смерти.